всех приветствую на канале стоп психотеррор с вами я андрей шутов пострадавший с которым я как-то общался давал он видео свои свидетельства о психотерроре представьте пожалуйста еще раз и расскажи о чем ты нам хочешь поведать здравствуй андрей всех приветствую мое имя владимир матанцев можно просто в оба мне 20 лет я родился в 1999 году вот и хотелось бы начать с того что спустя длительное время меня шокиров значит есть такой интересный нюанс который наверное откроет мою историю о том как я подвергся пси-террору значит для кого не секрет что пси-террор напрямую связан с чипизации то есть человека чипируют вероятнее всего и вот когда мне было 9 лет я учился четвертом классе гимназии значит меня положили в больницу не психушку а именно вот как это соматическое здоровье то есть ну грубо говоря физические аспекты меня положили с астмы чтобы выявить там пороги сердца или как это называется в сердечном какой-то значит проезжал там где-то полторы недели и потом какая-то женщина вот с какой-то не русской не славянской фамилии то ли еврейской то ли татарской я уже не понял она взяла меня вот так и повела значит в какой-то отдел какой-то сектор больниц в отличие от остальной больницы там были какие-то железные стены все ржавая обшарпанную она привела меня в какую-то комнату где сидели люди в белых халатах вот значит из окна виднелись какие-то разрушенные тоже покрыты ржавчины здания непонятно для чего предназначались рядом с больницей вот в этом секторе значит они задавали мне какие-то странные вопросы чем я увлекаюсь что мне нравится раздевали меня до гола рассматривали половые органы заставляли показывать анальное отверстие то есть обсуждали мой характер в большей степени нежели физиологии ни слова про сердце спустя это одного часа этого исследования значит а что произошло эта женщина вывела меня и говорит что хочет поговорить с моей мамы она не сказала на чем она специализируется какая у нее специальность никто так и не понял я сам не понял рассказал маме она говорит я не поняла кто тебя там осматривал я ни с кем разговаривать не собираюсь чего бы это я должна разговаривать все это как-то так прошло ну вот это как бы вступление которое о многом говорит не знаю что это было вообще с какой целью меня вот так вот рассматривали то есть я даже до сих пор не могу представить с точки зрения официальной медицины вот это исследование оно вообще о чем может сказать врачу значит вот в 12 лет началось насилие надо мной акты насилия то есть нападение во дворах то есть поставили на колени запугали какие-то ну один человек там который был старший меня который зарекомендовал себя как я позже узнал в каких-то бандитских кругах но это был лучше как бы несовершеннолетний но такой отморозок там были банды я в городе екатеринбурге жил до сих пор живу вот он как бы все вот это произошло как бы и потом уже изо дня в день когда шел в школу домой меня могли раз десять-пятнадцать за день плечом ударить какие-то ну наркоманы или я не знаю какие-то дегенераты просто психи какие-то то есть я видел это намеренно я не понимал ну и в конце концов в 13 лет началась уже я не знаю открытая фаза или как это сказать потому что то что я бы назвал сталкингом ничего чем видимые воздействия на организм ну значит так и произошло то что как это в голове пошел шум электричество все произошло какое-то давление на мозг то есть мозг как будто бы внутри него какие-то процессы неестественные произошли как будто бы там прямо на клеточном уровне что-то подгнивало что-то присыхало то есть чувствовал прямо боль как бы вот взять например руку мы чувствуем когда она замерзла когда она обожглась когда она онемела а вот мозг человек который не сталкивается с нашей ситуации он фактически не ощущает у него там были абстрактно все зависит болит не болит а тут именно вот такая разносортная боль которую вообще трудно осознать в пространстве мозга как бы непонятно то в мозгу какая-то часть подсохла то закостенела то есть то есть непонятно и что то то есть внешние факторы вроде погоды там природы они не могут даже даже если по башке ударить чисто физически такого не может быть однозначно какое-то воздействие происходило ну и вот значит и с 13 лет до семнадцати четыре года я вообще не знал что со мной происходит значит потом уже стал обращать внимание то что реально ходили люди с телефонами в рюкзаках нюанс что все сталкеры которые меня преследовали они почему-то носят очки очки как бы сегодня не только для зрения такие стеклянные очки но они для красоты и вот эти очки как бы они постоянно носили я так и не понял что это значит но вот именно типично компания малолеток очкариков с рюкзаками с телефонами меня преследует значит да далее иногда харкали под ноги то есть идут там в упор прямо на меня смотрят проходят это самое впритык чуть ли не задевая и харкают под ноги однажды даже девка малолетка харкнула тоже не ожидал что дегенерация такая что сталкеры это конечно дегенераты во всех отношениях но я не ожидал что даже молодые девушки будут таким заниматься но занимались значит и вот дальше уже я напрямую с ними сталкивался вот например недавно пару дней назад шестого этажа сталкерша рыжий но не сталкерша как эти называются которые высшие этажом то сидят значит тоже следят тоже они наверное воздействуют ну как популярнее всего кто кто-то все оператор туда просто я еще слышал то что есть какие-то цулипы там мы люди сидят в каких-то креслах высокотехнологичных и оттуда идет воздействие то есть это да все оператор это тот кто воздействует ну то есть манипулирует внутри нас а уже остальные все но это ганг сталкера люди ну да понял значит вот они уже как частично перестали скрывать все значит вот вчера или поздно вчера я видел эту женщину она меня снимал на телефон значит но я так случай буду рассказывать что немножко разнообразить мою историю потому что логически невозможно ничего выстроить это уже конспирология конспирология конспирологии они всех привлекают но те люди которые столкнулись они по факту конечно все распределяют значит так и получилось что что еще буквально полгода назад я видел эту семью значит которая выше этажом я покурил значит на улице недалеко от подъезда захожу в подъезд там лестница идет наверх значит на плоскость где находится лифт я по лестнице поднимаюсь значит и там мужичок такой ублюдок значит тоже не славянская внешность но и не азиатская может какой-то татарин черт знает а я на 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 национальность акцентирую внимание потому что чисто славянских лиц я никогда не видел чтобы они этим занимались в основном уроды какие непонятны и вообще евреев я не люблю я специально это подчеркиваю мне это доставляет удовольствие что я разоблачаю идет война против русского народа разница надо просто говорить правду у вас правда из правда в общем он он смеялся мне в лицо просто стоял и ржал но глаза у него были неестественные то есть наверное он испытывал страх потому что в тот момент у меня было такое состояние что я чисто на инкстинктах как я если честно подумал я бы мог подойти ему по виску долбануть и все и он вроде испугался меня даже а там женщина женский голос какой-то нервный типа который постоянно спрашивал одно и то же типа ты так думаешь ты так думаешь да да то есть его жена похоже она была скрыта за небольшой выступающей стенкой которая скрывает лифт она там спряталась жена слышу женский голоса и рядом с мужиком уже я видел стояла девка лет 11 12 тоже их дочка наверное она тряслась нервно тоже черта выпученные глаза и все а тот мужичок держал барсетку какую-то бежевую из кожи натуральный натуральный не натуральный ну не знаю просто барсетка кожаная бежевая все и там наверное компьютер или техника какая-то ну я инкстинктивно потому что привык уже скрываться привык уже ниже травы тише воды ну как бы нормально я подумал вам и поднялся в итоге по лестнице которая ведет чисто на лестничную клетку так до моего этажа поднялся ну не знаю не стал как-то с ними контактировать в тот момент мне как-то показалось что они были уверены но только сейчас я понимаю что скорее всего они действительно испугались какой-то степень значит далее началась такая ситуация в первый раз я поздно ночью лег в кровать и выше этажом на шестом этаже услышал английскую речь англоязычную речь говорила о следующем я английский неплохо так учил значит какой-то мужчина мужская речь волновался я слышал панику он что-то говорил ран бежать значит высказывал страха побеги каком-то то есть он куда-то бежать пытался и произносил о май гад что о мой бог то есть он было было паника у него в общем он боялся чего-то а в дверь уже были какие-то штуки то есть там уже русская речь мужская типа открывая все такое и я в тот же спектр времени как примерно в тот же месяц наверное в те же сутки начал наблюдать что вот когда курил на улице напротив подъезда туда стали подниматься частенько вооруженные представители росгвардии значит вооруженные все какие-то пистолеты пулеметы у них шлемы и все поднимались сюда ну однажды просто полицейский один поднимался по лестнице сказал что дедушка пропал какой-то все потом там уже китайцы подселились какие-то точно также слышал китайскую речь видел их это типа студент значит а на шестом этаже какая-то квартира 21 что ее сдает татарин значит ренат алексеевич он сдает и он ничего когда китайцы на залили нашу квартиру там сверху вода капала моя бабушка побежала возмущаться звонила этому владельцу ренату алексеевичу что он на таком пафосе говорит типа да я приеду посмотрю что там у вас то есть что-то между угрозой и издевательством каким-то я не знаю в итоге бабушка поднялась к этим китайцам они там затерли все перевязали ну не знаю что там китайцы делали если там псевопы в основе живут китайские студенты какие китайские студенты они даже не знаю как они могут учиться они не по-русски не по-английски не говорят моя бабушка уже испытывал значит еще какие-то китайцы туда приезжали что-то и на меня тоже косо смотрели я видел там в переходе где подъезд значит с ними сталкивались они тоже на меня как-то смотрели и косо ну я не понял что там китайцы забыли в общем с иностранцами тоже они какие-то отношения поддерживали но даже чтобы мне еще вспомнить за что-то я забыл ну вот про дедушку расскажу и вот с дедушкой значит была такая ситуация я об этом вообще не задумывался но вот буквально два-три года он открывает кое-какие нюансы нашего происхождения то что она была довольно благородным начну по существу то что по существу может быть важно мой дедушка владимир леонидович значит был заместителем генерального директора на военно-техническом заводе многие нюансы касательно его местоположения там статуса я называть конечно не буду потому что мало ли что не хочу конечно моя семья тоже считает меня ненормальным потому что я не сплю по ночам и все такое и если моя семья как-то узнает мало ли что там что я рассказываю я не хочу я думаю мне поверят и так значит он занимал высокую должность он общался значит с ельциным который приезжал там на завод смотреть там военную технику танки производили все значит у дедушки даже фотография была с женой ельциным я могу тебе андрей скинуть даже если с дедушкой поговорил если найду эту фотографию там мой дедушка владимир леонидович с женой ельциным наина ельциным наима жена ельциным а так ты можешь конечно если лицо дедушки замашь может опубликовать если что если я найду эту фотографию значит вот дедушка там общался с хабаровым который был как бы кандидатом в мэры екатеринбурга в каком-то там году региональный депутат не был не помню его там повесили значит также был знаком с каким-то там лидером цыганков это самая уралмашевская окружная преступная группировка был знаком с ним его тоже там повесили и вот то ли хабаров то ли цыганков рассказывал что дедушке моему и его как бы кругу общения мол мужики если я если услышите что я повесился не верьте я хочу жить потом и того и другого с кем он там общался кто конкретно ему это говорил просто я уже очень хорошо помню его нашли повешенную и мой дедушка прекрасно знал что повесили его то ли спецслужбы то ли менты значит цыганкова то повесили вроде или в румынии то ли венгрии то ли в румынии повесили а хабаров то в россии по моему в местах лишения свободы мой дедушка знал про это достаточно в общем общался все со священнослужителями высокопоставленными общался фамилии уже не назову но многие священнослужители еще которые с советских времен они там в русской православной церкви московского патриархата как многое белое духовенство из советского союза это были агенты кгб конечно же это вот это высокопоставленные священнослужители это все они агенты кгб они прямо с дедушкой бухали спокойно водку коньяк пили это самое брали свои кресты на глазах у дедушки и демонстрировали что они как бы в бога то не верят на самом деле просто смотрели на свои кресты и говорили типа да нет тебя нет тебя все не верю я в тебя и все и говорили что в бога они не верят в общем такие тайны даже дедушка знал значит с представителями фсб хорошо был знаком все это самое ну это мой дедушка значит владимир леонидович фамилия такая же как у меня значит ну а дальше так немного раскрою про происхождение свое то что у меня были предки там значит мой прадедушка был как его там леонид павлович что ли он был чекистом нквд работал значит далекий прадед яков матанцев он был сотником в личной охране николая второго значит потом на стороне белой армии воевал в гражданской войне все потом его отряд разбили он пошел к махновцев он в украину пошел все в украине значит на стороне местора махно сражался потом махновцев разбили все он пошел там обратно это терский казак он был терский терские казаки нет или нет терек это кавказ уже что ли вятка вроде вятские казаки что-то более северная часть на вятке что-то такое не помню уже какие казаки это были у меня предки значит но короче все его большевики поймали все хотели на расстрел везти он голыми руками убил всех этих большевиков которые везли его там на повозке все он голыми руками там пять или шесть вот этих палачей большевистских он голыми руками их убил но когда убил он их я не знаю точно он мог убить их до того как в белую армию или после того как в белой армии или после того как у махновцев он был значит но потом он какой-то судьбой там все таки пошел к буденову он на стороне там большевиков уже на буденовских это фронтах все воевал его тоже расстрелять хотели но у него там уже награды были все типа красные знамена все такое и ему в ссылку отправили все там он уже провел десятилетие вернулся там с моим дедом уже встретился значит леонидом павловичем все пообщался и я говорю это не просто так потому что по факту есть такой нюанс как бы происхождение оно о многом говорит то есть мы уже как-то затрагивали тему и ты Андрей как бы ставил перед фактом людей которые интересуются что возможно сам психотронный террор заключается в каком-то генетическом контроле скорее всего что-то связано с генами и если копать глубоко может мы узнаем что какие-то гены какой-то непонятной расы неизвестной может мы происходим там если глубоко копать это уже конспирология чистой воды но если говорить более по существу как бы я у себя наблюдаю что вот у меня как бы происхождение такое у этих людей если тем более это спецслужбы у них может быть много оснований для того чтобы поставить меня на компьютер это моя история потому что я конечно теоретически могу больше рассказать но при каком-то диалоге наверное то есть если вопросы еще будут какие-то а так я на своей волне конечно на своих переживаниях вот буквально сколько сейчас 24 минуты я изложил все что мог больше даже не знаю что мне еще сказать спасибо за рассказ я думаю тем людям которые ну которые интересуются естественно психотеррором хотят разобраться в этом кто это все делает естественно это будет интересно плюс я тоже раскрою тайну о своем дедушке то есть это получается мой прадед а не 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 это мой дед прадед у меня получается тоже очень высокоинтеллектуальным человеком это было на тот момент деревня пускай ну село единство чечерский район и он там руководил получается в сельсоветах и так далее был главой вот и так как это в деревне в этой деревне а этот рассказ мне рассказывал мой родственник вот и так как в этом в селе получается очень было за селе евреев именно там очень много было евреев очень много у этого у моего прадедушки ничего есть проблемы вот в общем когда он пришел от лук служил в армии да и так далее пришел оттуда по моему да 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 или подожди-ка или или даже это было не не это было после войны по моему да 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 это было после войны не в армии а отвоевался вот и хотел ну опять же на свое место ступить туда вот его каким-то образом вот сослали ну был короче был сосед там по дому вот и на него писал доносы ну в то время доносы писали вот и короче на моего прадедопис накатали такие доносы что его просто сослали в ссылку представляете такая вот история и этот мой дедушка уже мой дед иван иван позняков мой дедушка уже он в свое время был на ядерных испытаниях вот короче у него было не разглашение тайны на 25 лет где-то на 25 лет да после 25 спустя 25 лет он рассказывал что он присутствовал на ядерных испытаниях где использовали секретное оружие вот ядерного масштаба вот это мой уже дедушка то есть отец моей матери вот и он рассказывал про того человека про того человека который жил по соседству который писал в колхозе на моего получается прадедушку доносы вот такие вот дела короче я уже так понимаю и я сразу взял на карандаш то что это был засланный казачок агент всех высокоинтеллектуальных людей те которые люди которые обладают и могут то есть выше стоять выше да интеллектуально чем какие-то там засланные агенты сионизма или еще как-то то есть вербованные агенты как в наше время все они истребляются просто по роду а потом возможно уже берутся за потомков за детей за внуков вот ну естественно связи с тем что такие происходили происшествия я думаю фактически возможно мой рот просто потом отслеживалась потому что неспроста так все вот андрей я хочу еще напоследок рассказать нечто шокирующее то что мне похоже специально из головы выбили просто это очень важно рассказывай все все последнее что я скажу наверное чтобы время не тянуть может я тебя отвлекаю еще время у меня есть сейчас пока ну это я быстро расскажу просто очень важно значит я в апреле был в тунисе тунис северная африка бывшая французская колония отдыхал в отеле как он называется это хаям гаден пятизвездочный вроде да шведский стол все дела значит там был пляж и вот в один день когда мама попросила для нее и ее подруги с которой мы вместе из Екатеринбурга летели в тунис там город рядом как он называется ой господи я знаю как неважно Найроби нет как там это уже что-то африканское неважно может ну ладно в общем вот я взял два швепса в баре со льдом и лаймом или лимоном несу для мамы и подруги Ольги там сидит какой-то мужик в трусах с это разговаривает с мамой и с ее подругой значит и там пиво я спокойно присаживаюсь начинаю слушать он не пьяный ни хрена я рядом с ним был от него алкоголем не пахло зрачки у него узкие он просто нес какую-то хуйню типа он в цюрихе учился и все такое и то что он это самое вообще какой-то супер крутой в общем и все а кому нес кому нес это он маме рассказывал и все мама ушли купаться все он мне в лицо сказал что я лежал в психушке я по секрету сейчас говорю то что я курил траву то что это самое то что я сижу на препаратах и все и постоянно колотил меня рукой в знак того что я ничего не могу сделать и в общем нес всякую фигню издевался надо мной потом мама пришли он начал пошло шутить типа пусть ваши щелочки там греются на солнце типа идите там покажите ваши попки какую-то херню нес и все в итоге я спокойно собрал вещи сказал все пойдемте отсюда я сзади иду пока это самое пока он преследовал там нас в итоге мама спокойно ушли вперед с подругой я сзади за ними иду он так уже в другую сторону пошел и сделал вид как будто ничего не произошло такое лицо и все пошел подожди Андрей сейчас я давай сейчас сейчас Андрей ну в общем у меня там пельмени говорят и бабушка пришла в общем давай ты тогда скажи напоследок я побежал а я все это сделаю ты уже отключайся тогда да 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 все я побежал спасибо ну что я хочу сказать обычный подход какого-нибудь закабаленного талмудиста наверное да который считает всех за животных да извращенцы какого-нибудь педофила садомита скорее всего потому что манеры их общения всегда выделяется вот в таком тоне да то есть это извращенцы отморозки которые повернуты да вот на этой теме вот ну естественно у них в мозгах естественно содом и гамора в принципе это все все что я хотел сказать напоследок кому было интересно вот такая вот информация как выслеживать людей вследствие психотеррора пожалуйста слушайте аудио-видеорассказы на моем канале Стоп Пси Террор подписывайтесь на канал до связи всем ребят